итак день 1 нашего эксперимента у нас есть влагометр сейчас 37 процентов показывает в комнате пюрометр и ваттметр влагометр я поставлю в принципе также с термометром 26 градуса сейчас по цельсию я поставлю изголовья кровати здесь будем измерять скажем так рабочей зоне уровень влажности дальше включаем вольтметр ваттметр в розетку теперь включаем инфракрасные панели это терморегулятор на терморегуляторе мы выставляем максимум 23 с половиной градуса по цельсию минимум 23 градуса вот видите у нас время пошло а здесь не видно к сожалению здесь не видно сейчас нечем присветить в общем время пошло на ваттметре у меня подключено к переходнику так эта панель не подключена вот переходник видите подключены две панели одна керамическая инфракрасная панель на 370 ватт и другая на 370 ватт они на ножках вот соседняя смежная стена получается с поэтому я так вот временно прицепил теплоизоляцию отражательный экран эта подложка под ламинат здесь не видно немножко так вот видно подложка под ламинат чтобы минимизировать теплопотери соседкой вот у меня две панели по 370 ватт работы как дополнительное отопление этот комнаты сейчас не снимаю там семья так вот батарея центральное отопление возможно можете посчитать секции у нас получается 1 2 3 4 5 6 7 8 секций это мне основное отопление основное отопление там лоджия и это вот вот внешняя стена она очень холодная получается это одна стена и вот здесь лоджии получается вот у нас две внешние стены вот же меня не утеплена обычные балконы истекления деревянные не утеплена кстати стена внешне с белого кирпича белый секретный кирпич 9 этажка 5 этаж обогреваемые соседи сверху снизу центральное отопление и там и там так сейчас измерим сколько градусов у нас изначально на вечер значит и на утро будем измерять температуру батареи центрального утопления так строим извините это поверхность подоконника вот поверхность батареи 44 с половиной можем еще раз проверить на начальной трубе это за батареи 37 еще раз батареи проверяем 48 в общем 41 градус 41 градус у нас центральное отопление дает это вечером состоянием на 10 вечера вот за окном у нас за я сейчас только что смотрел или как минус 5 градусов за окном это город ковель волынская область украина в общем получается я видео продолжу уже с утра посмотрим какое потребление у нас инфракрасной панели было как дополнительного отопления к основному центральным отоплением водяном все пока спасибо за внимание продолжаем нашу съемку это уже утро вот значит на дворе зима можно увидеть сейчас 9 20 утра минус 7 на улице вечером 10 часов вечера было минус 5 то есть средняя температура ночью была минус 6 градусов вот значит две панели проработали целую ночь с десяти десяти вечера нет даже нет в 21 20 мы их включили в 9 20 выключили ровно 12 часов и проработали сейчас только что я снова включил регулятор вот температура в комнате поддерживалась на уровне 23 23 с половиной в таком диапазоне то есть выше двадцати трех с половиной терморегулятор отключал температура не поднималась и ниже двадцать трех градусов по цельсию не опускалась вот температура измерялась если взять так вот у комнату ну ближе как ну ближе как ну на уровне розетка розетка у меня еще по совковым меркам где-то там посерединке на вот не снизу скажем так вот ну сейчас будем измерять что у нас получилось по потреблению в особенно регулятор высовываем ваттметр значит что показывает ваттметр показывает что панели проработали за 12 часов всего лишь 3 часа 19 минут видите да нажимаем кнопочку кост так значит вот этот потребление 2 киловатта 347 ватт потребление за все 12 часов из получается если две панели по 370 ватт были включение всего лишь 3 часа 19 минут вот соответственно и будет их потребление давайте проверим сколько действительно панели показывают мощность вот сейчас я подключил панель чтобы проверить у меня этот переходник еще раз показываю где подает что керамические инфракрасные по 370 ватт так у нас показывает 700 так ведь 705 706 ватт мощность сейчас у меня в сети 216 вольт вольт конечно от напряжение тоже зависит зависит мощность потребляемая мощность панелей это что-то не разобрался еще что такое 50 герц есть там максимум что можно подключить к регулятору 3680 ватт так видите да то есть фактически панели не выдают 740 ватт максимум что они выдают в час это 710 ну пускай 810 ватт проверили панели теперь проверяем температуру температуру на утро центральном отоплении 48 и 4 еще раз в одном месте другом месте 47 48 в общем 48 градусов центральное отопление дает 48 градусов температура поверхности батарей стороны отопления вот так будет точнее далее нам интересно как нагрелись предметы потому что инфракрасные длинноволновые панели они греют предметы ну что ж давайте посмотрим это поверхность кровати 23 с половиной подушка 23 так стена здесь у меня ковер потому что стена не утеплена временная мера 21 1 ковер сверху тоже 21 1 теперь стена которая холодная не утеплена 18 8 в этом месте посерединке наружная не утепленная стена 19 3 видим разницу да значит в этом кутке где у меня нету панелей в этом уголке у нас получается 19 и 2 сверху наружная стена температура поверхности стены 18 3 здесь сверху тоже 18 3 ковер 21 ковер в области панелей это уже и выключил где-то может минут 15 прошло ковер не в области панели 19 7 видим разницу еще раз где-то до градуса разница небольшая но есть так температура поверхности изголовья 22 и 4 теперь вот это вот смежная стена смежная стена не в районе панелей посерединке 22 и 5 температура поверхности в районе панелей еще немножко теплые 22 и 6 22 и 8 чуть-чуть отличается не существенно покрытие изоляционные 26 и 3 вот есть да ну немножко разница ощущается по ковру мы увидели в районе изголовья где вот панели работали на немножко выше здесь ножка ниже конечно стена еще ниже так что еще влажность мы измеряли еще важность и кстати разница температур в районе головы и в этом районе где стояла регулятор регулятор стоял у меня от панели на расстоянии где-то полтора метра вот если сейчас регулятор мне показывает давайте включим сейчас отключены панели на где-то минут 10-15 но еще инфраструктуры лучи коммите есть накоплены предметах температура воздуха в районе регулятора 22 и 6 а если взять в кровати уровне головы 23 5 22 и 7 там и 23 5 разница 0 0708 градусов больше в районе головы ну я так скажу ночью я смотрел когда ночью еще здесь мы все спали панели работали было где-то 25 даже градусов то есть действительно на два градуса на полтора отличалась температура она была выше в районе работы панелей влажность как видим 46 градусов 46 процентов в принципе более-менее нормальные по сравнению с тем что могла быть 30 35 дабы синий мороз и работали только батареи вот но к сожалению мы не можем поднять влажность до 60 градусов процентов потому что работает все-таки центральное отопление отключить его никак нельзя вот и того мы видим что потребление за 12 часов 3 киловатта это получается 12 часов на часов работы скажем так терморегулятора и 3 часа и 20 минут работы панелей 12 делим на 3 получается где-то в среднем панели работали в четыре раза меньше чем были подключены к розетке то есть если мы час у час 16 60 минут делим условно на 4 это где-то 20 ну пускай 20 подождите не 20 15 ну в общем до 20 17 где-то 20 минут в час работали панели с терморегулятором это получается что они потребляли в среднем час и 371 заявленная мощность фактическая мощность двух панелей у нас 710 значит одна панель мощность нам выдавала где-то 350 350 355 ватт и работала на где-то 17 минут меньше половины то есть потребляла она в час меньше чем 170 ватт ну где-то ватт 130 с терморегулятором еще раз повторяю вот это вот фактические потребление двух инфракрасных панелей торговой марки теплокерамик в угловой комнате площадь комнаты 11 квадратов это квартира на пятом этаже 9-ти этажки квартира с лоджией вот секционность батарей 8 утепленность дом не утеплен с белого кирпича вот кстати здесь видно белый кирпич видите да ну что ж продолжим дальше эксперименты когда будет мороз поменьше и посильнее спасибо за внимание